сегодня мы приехали к белорусскому производителю и продавцу тюбингов чтобы вместе с ними разобраться как правильно выбрать тюбинг и как его использовать самое главное на что нужно обращать внимание при покупке тюбинга это в первую очередь на составы ткани то есть у нас используется пвх ткань кобрин наш белорусский он идет 650 миллиграмм на килограмм обязательно чтобы была видна сеточка сеточка это значит что пвх армированы на что второе обращаем внимание чтобы ткань была тоже не менее 650 микрон это обязательно условие потому что если меньше то по истечению времени эта ткань начнет рваться следующее на что нужно обратить внимание когда вы открываете это запах обращаем внимание какая используется нить или спрашиваем у продавца не должна быть синтетическая полностью если у вас стоит нитка не синтетическая то это значит что через сезон у вас гниет эта нитка следующее внимание как укреплены тросы то есть ручки должны быть обязательно перестрахованы защитной стропой это обязательные стропы должны проходить равномерно по тюбингу это для меньшей нагрузки на ткань при катании также смотрим крепление тросов следующую немаловажную роль играть сама само седло под каждый размер оно должно быть не одинаковое а разный разной величины чтобы подготовить тюбинг до эксплуатации если вы берете его не в надутом виде до растяжения чехла надуть камеру сейчас мы закачиваем тюбинг при помощи компрессора потому что сделать это ножным насосом или ручным тем более слишком сложно желательно использовать компрессор при накачивании самостоятельно вы не всегда знаете как правильно расположить шину внутри чехла и она может надуться неравномерно об этом всем указано в инструкции и в принципе рассказывается что делать но мы для вас еще раз это расскажем сейчас у нас немножко камера уже под накачалась надо расправить чехол вокруг нее абсолютно равномерно надо сделать так чтобы центр нашего чехла был по центру камер и когда мы убедились в том что у нас все получилось правильно продолжаем накачивать наш спортивный снаряд а наш тюбинг вроде уже накачиваем как мы выпустим компрессор и проверим насколько он готов эксплуатации тут поступили маленькие складочки которые должны оставаться потому что в теплом помещении воздух внутри камеры он будет расширяться а на морозе сужаться и за счет того что камера будет двигаться в разные стороны то больше то меньше становится ему должен небольшой запас хода так наш тюбинг готов к использованию полностью накачан этот буксировочный тросик за который мы его таскаем мы кладем так что нам у нас оказался между ног и садимся мы подобрали наш тюбинг идеально по размеру на котором будет комфортно и безопасно кататься у меня ноги немножко не достают до земли но в случае чего я могу всегда наклониться вперед и ими затормозить если вижу какое-то препятствие или мне покажется слишком высокая скорость движения моего спортивного снаряда ручки расположены прекрасно я могу держаться и ну и в целом я вряд ли из него выпаду в принципе можно управлять потому что я вижу что у меня ноги находятся возле земли я могу отталкиваться в одну или во вторую сторону принципе я могу даже ездить без горок ну и что могу сказать я пошел кататься а